Все съемки цикла «Война» являются всего-навсего документами войны на землях Союза. Документов, подлинно из которых гарантируется, каждый может делать те выводы, которые ему заблагорассудятся. НТК-600 представляет репортаж из цикла «Война» в Геронбойский батальонах. Акдыринский район Карабаха, ущелье по дороге на Сарксангское водохранилище, говоря по местному Суамбары-Сарсанг, передовая этого дикого Карабахского фронта. Ущелье. Геронбойский батальон. Главный запах войны. Солярочная гарит, непрерывно работающих танковых движков и запах кирзы. Здесь перебивается теплым духом овечьей Атар, идущим от батальона. От пары сотен, немытых месяцами, грязных, заранее насмерть перепуганных крестьян из Геронбой. Официально, правда, это подразделение называется батальоном армии Азербайджана. Как дела? Ренова? Плохо. Чего плохо? Это было в том, что вы в окружение попали. Что в окружении попало? Батальон. Там? Нет, значит, батальон. Отчетливо это понятно только ему одному. Командиру. Визиру. Хотя потихоньку. Паника расползает. Расстановится острее. Начинается какая-то беготня, хватание автоматов и наугадки. В сторону армянской позиции начинают молотить танки. Без цели и смысла. Город Тер-Тер. Ставка командующего корпусом генерал-майора Садыхова. Несколько километров от передовой. Здесь тоже. Мало что понятно, хотя об окружении батальона уже догадываются. И здесь. Да, Садыков. В ответ на танковый огонь с геронбойских позиций начинается истребление батальона. Огонь со всех сторон, по танкам и людям, на полное уничтожение. Вот как все это было с первой минуты. Поначалу все было даже очень мило. Батальон держал высотку, уютную горушку, которая вполне могла бы обеспечить господство геронвойского огня над всем ущельем, дорогой и крутыми склонами соседних гор, где техника врага никогда бы не закрепилась. Все действительно поначалу было даже очень мило. Батальон держал высотку. Вот мая! Русские штуки! Русские! Какими судьбами здесь? Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. 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 Толпа шоферов, пастухов, совхозных бухгалтеров, переодетая формой и названная почему-то батальоном, очень удачно скучковалась, подставляя себя все сразу, под удачную очередь и мины. Продолжение следует... Командование отсутствует, приказы не действуют, офицеры батальона, те же переодетые пастухи из Геронбоя, несут какую-то околесину и только усугубляют. Паникул. И все острее горячий овечьий запах, и бессмысленнее беготня, и паника, и результатом ее попытка прорыва. Окружение в самом нелепом месте, полностью открытом огнем. Кто-то еще, правда, пытается прикрывать бегущих. В этом бою батальон потерял 17 человек убитыми и 40 раненых. Убитых не подбирали, бросали, отступая вместе с оружием, ушлатыми, сапогами, раненых тех, что могли двигаться, хоть чуть-чуть все же вытаскивали. Отходим, Юла. Пошли. Пошли. Боишься? Пошли, да, пошли. А? Все, все, правда. Эй, не боишься. Пошли, а что ты у тебя? Сейчас, друзья, ты поверёшь, надо быстро. Пусти, хуравей, Дима. Пошли. Пошли. Мне кажется, создалось впечатление, что численность не играет особой роли в этой войне. что если бы было в два раза больше там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежало. Так точно. Но в три раза больше было бы, в три раза больше бы побежало. Вы слышали, что вы слышали? Бесконечно забыли слова об агрессии Азербайджана против Армении, стиркопулярной в нашей прессе. О чем тут говорить, если все происходит на земле Азербайджана на десятки километров глубоких границах? О чем тут говорить, если так называемая армия это наспех на вербованные крестьяне или мальчишки, безграмотные в войне, растерявшиеся водилы и пастухи, переодеты в солдатский камуфляж? Ранение у тех, у кого удалось вытащить. У тех, кто не остался стонать и материться в ущелье, самые дикые, с тонкими метр, полем, прожженные, лыцком мясо, дырки от трассировок. Сколько тебе лет? Слушай, мы крепко попали, а? Да. Еле-еле вышли. Пять минут. Все, умерли бы мы все вместе с вами. Бегство геронбойского батальона с позицией мгновенно породило панику по всей линии обороны. Начались захваты автобусов, вывозивших в район. Ах, ну, что, почему плачешь? Ах, ну, что, почему плачешь? Оружия в батальонах практически нет. Переданные советскими генералами республики, так называемые воодужения, перед передачей были разграблены вполне конкретными генералами. Делали бабки, только одно, деньги наживы, больше ничего их не волнует. Ни жизни, ни крови, ничего не волнует. Он знал прекрасно, что он сейчас это сделает, и завтра его самолет улетит, увезет. И наш, добродушный народ, который верил всегда России, верил русским, они всегда его провели с почестями, с фруктами, со всеми провели. Он передал им дивизию. Они не понимали, что он передал. Почему они в панике, они солдаты? Какие солдаты? Они не понимали, что они в панике, они не понимали, что они в панике. Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли в ТАРТР, в ставку генерала Садыхова. Сколько человек привезло раненых? Сколько человек привезло раненых, говорю? Это что такое? Я тебе еще раз говорю, кто там паникует, кто паникует, я тебе разрешаю расстрелиться. А мне не надо, что нас тут только звонить. Ты, твой начальник гостеля. Я на верху. Я вас отправлю туда, блядь. На верху я. Вот с этим парнем раненым. Я сказал, едем на своем месте. Что с полком? Что с полком? Что с полком? Спустя час или два батальон был переформирован и снова брошен на захват потерянных позиций. В ущелье, словом Борис Арсанг, снова наполнилось душным чадом танковой соляры, теплым запахом кирзы, крови и атак. Ущелье Саомбары, март 93-го года. Саомбары, март 93-го года. Саомбары, март 93-го года.